Итак, у нас солнце садится, поэтому цветокор и свет меняются, но ничего, думаю, это не критично. Итак, мы переходим, собственно, к жиру этого ролика, к жиру вообще нынешнего, так сказать, киноторрент-проката. Это фильм Мэтта Ривза «Бэтмен». Наверное, самый ожидаемый фильм этого года лично для меня, потому что я дикий фанат Мэтта Ривза. Мне очень нравится его фильм «Кловерфилд», собственно, «Монстра». Мне очень нравится этот фильм. Я считаю, одним из лучших в жанре макюментри вот этого «Found Footage». Мне очень нравятся его две части про планету обезьян. «Планета обезьян. Революция» и «Планета обезьян. Война». Многие там ценили, что это тупая херня какая-то, обезьяны, что-то там тыры-пыры. Да, и «Монстры» тоже не всем зашел далеко. Ну, вот мне нравится, как он работает с постановкой, работает иногда со сценарием. Вспомнить фильм «Монстра», там одна сцена, когда началась, так сказать, атака военных на вот эту гигантскую тварь, когда там чувак просто засел с камеры где-то вот за машиной и просто снимал снизу-вверх, вот как вот идут танки и прочая бронетехника. Это было очень круто. В «Планете обезьян. Революция» кадр тоже с танком, когда камера зафиксирована на дуле. Обезьяна его захватила, и то есть он без управления крутится и просто показывает, что происходит вокруг. Это очень тоже креативно и классно. И я дико ждал, что Мэтт Ривз принесет нам с Бэтменом, потому что трейлеры, все абсолютно трейлеры, которые я смотрел, мне все нравилось. Абсолютно все. Стилизация под семь Дэвида Финчера. В принципе, вот эта нуарная атмосфера. Те экшн-сцены, которые мы видели в трейлерах, мне все дико нравилось. Каст, в принципе, ну мы уже, наверное, не так говнились по этому поводу, как у там некоторых фанбой. Там бывает, а это же Паттинсон, это Пыра, ну какой из него Бэтмен? Ну, ребят, посмотрите «Маяк», посмотрите «Хорошее время». Паттинсон себя нормально показал, он хороший актер. Он даже сам ненавидит «Сумерки», поэтому что тут говорить. И вот мы посмотрели Бэтмена. Мне больше понравилось, чем не понравилось. Я хочу сказать, что я ненавижу этот фильм. Объясни, почему? Охренеть, вот это будет интересно. Так, стоп, давайте прервемся на 5 секунд. Понимаю, вы наверняка в детстве хотели стать Бэтменом, ну или похожим на него. Крутым, богатым и иметь кучу гаджетов и мощную тачку. И в целом это возможно. Конечно, вы не с Джокером будете бороться, но в сфере IT, будучи, например, веб-разработчиком, у вас и крутые гаджеты будут под рукой, да и высокооплачиваемая работа позволит заиметь себе мощную тачку. А поможет вам в этом SkyPro от Skyeng. Один из проводников в профессию веб-разработчиков. Кто же такие веб-разработчики? Это те специалисты, которые отвечают за создание интерфейсов ваших любимых сайтов и приложений. Все, что вы видите на экране, картинки, кнопки, текст, их рук дело. Эта профессия очень востребованная, потому что специалисты нужны в каждой компании, у которой есть сайт или приложение. Зарплаты новичков без опыта стартуют от 60 тысяч. А уже через год вы сможете получать 100 тысяч, и это далеко не предел. Программа курса от SkyPro составлена с учетом всех требований к начинающим разрабам на основе анализа 3000 вакансий. Курс длится 12 месяцев по 10 часов в неделю. За время курса вы освоите язык JavaScript, научитесь работать с основными фреймворками как React, получите опыт команды разработки. Важное преимущество курсов SkyPro в том, что они не бросают своих учеников, а помогают сделать первые шаги в профессии. Карьерный центр академии проводит эффективную подготовку к собеседованиям, помогает отобрать подходящие вакансии и составить первоклассное резюме. А что еще интересного, вы будете работать над реальными проектами, которые добавите в портфолио. Преподаватели, эксперты в веб-разработке. Подходит для всех уровней, то есть не обязательно быть профи в разработке. Мобильное приложение, в котором можно служить лекции и делать домашку в любом месте и в любое время. И многое другое. Ну а я дарю вам промокод Kinokiller, который вы видите на экране. Он дает скидку 10% на все курсы SkyPro. Ссылка будет в описании, подавайте заявку и менеджеры вас проконсультируют. А мы продолжаем. Ненавижу этот фильм за то, что он не пройдет проверку временем. Мне так кажется. Нет, фильм-то мне понравился, но я его ненавижу. И я думаю, в спойлерной части я как раз коснусь это гораздо подробнее. Сейчас я расскажу, что мне понравилось в этом фильме. И мы уже там в дальнейшем обсудим, какие у него есть недостатки. Ну давай, ну как раз по сюжету. Ты рассказывал про Икс, я расскажу про Бэтмена. Действие происходит как неудивительно в Готэм-Сити. Бэтмен уже действует где-то примерно два года. На старте его виджиланта карьеры. Ну ему все еще копы не доверяют, так как он просто по факту сбивает гопников по всяким темным закоулкам. Но тем не менее, Джим Гордон, которого тут, кстати, очень клево сыграл Джеффри Райт, его подрубает на некоторые дела. И одно дело связано с тем, что объявляется какой-то маньяк-психопат с погонялом загадочник, он же Ридлер. И он оставляет всякие загадки и послания именно Бэтмену. Которого, кстати, за фильм Бэтменом называют, ну только вот на вот этих загадках. И один раз сам про себя вот именно говорит Паттинсон, что там пришел конец Бэтмену. Но в целом он называет себя возмездием, типа Vengeance. И все его вокруг называют Vengeance. Но тем не менее, вот он помогает в этом грязном Готэме найти и наказать Ридлера за то, что он проворачивает такую фигню с верхушкой власти в Готэме. Давай, что тебе понравилось? Во-первых, начнем с Патисона. Я, наверное, и был одним из тех, кто в роли Патисона не воспринимал Бэтмена. Точнее, Бэтмена. В роли Паттинсона. Я маяк не смотрел до сих пор, если что так вдруг. И перевоплощение Патисона для меня не произошло как актера. Все фильмы, которые я смотрел с ним, я прям видел Патисона. Что касается Бэтмена, это для меня было открытие. Когда я увидел Бэтмена, я даже не поверил, что это Патисон. Смотря все предыдущих Бэтменов и всех других актеров, я сразу видел Брюса Вэйна за этой маской. Я такой, ну еб твою мать, ну как бы люди не могли догадаться, один плюс один сложить, что Бэтмен это и есть Брюс Вэйн. А тут я смотрю, я понимаю, что это Патисон, но я его не вижу. У него может какой-то невыразительный или точнее неуникальный подбородок в нижней части. Точно такая же, как у многих людей. И когда он уже снимает маску, я такой, что-то Патисон, ты вообще какой-то другой. Это было приятное удивление для меня. Знаешь, что мне понравилось еще? Картинка. Я уж думал, ты это в говно запихнил, что я бы тебя убил бы тут. Не, ни в коем случае. Да, действительно. Вот Тим у меня подглядел один тезис. Я себе записал, чтобы не забыть, про стабилизацию. Здесь нет вообще динамичных кадров в том плане, что они все с идеальным горизонтом. Там есть очень много симметрии. И там нет вот в динамичных ценах, вот как обычно любят такой шейки. Шейки камеры. Также здесь нету контровых цветов. Здесь работа идет только на полутонах. И кровь, и свет, и все сделано полутонами. Это тебя уже настраивается на такой задумчивый лад. Все такое полумраки. Да, довольно сильно погружаешься в этот фильм. Второе, что мне понравилось, у меня уже третий получается, если считать патиссоны, это обалденные звуки. Вот просто. Я сидел в наушниках, смотрел этот фильм в Dolby Surround, ну там в 7.1. У меня постоянно шли мурашки. Блин, вот работа со звуком, чувак, 5 баллов-то там у них звуковик. Это просто великолепно было. Так, что мы, мы обсудили картинку, сюжет. В сюжетных моментах есть крутые вещи, которые я тоже затрону, когда мы будем обсуждать. Мне кажется, самое главное, что в спойлерах, и, наверное, проблема у нас, я так предполагаю, будут, это именно связанность с сюжетом. Фильм безумно погружает свою атмосферу. Этот Бэтмен, наверное, самый реалистичный Бэтмен, который у нас был. Даже если взять Нолана, ты понимаешь, что много людей работало, грубо говоря, созданием тех вещей, которыми он пользуется в кино. И у меня еще немного такого чувства возникло, что у Нолана эта комиксная стилистика, он как будто навешивает на нее вот именно, не, мы сделаем реалистичный, и как-то вот диссонанс вызывает. Это очень, ну, странно, потому что все нахваливали Нолана, но, как бы, извините, у вас там прям, ну, это как будто он снимает натуральный Чикаго, натуральный именно реальный Нью-Йорк, и в нем ходит какой-то хуш в костюме летучей мыши. Ну, это странно выглядит. Там объявляется какой-то гэнгста-джокер, вот этот фильм. Не, ну, ты это принимаешь как данность, у тебя до этого вообще был фильм с полным абсурдом. Не, это я понимаю, да, ну, то есть, ну, там до этого был Тим Бертон, то есть, у него там вот этот сюрреализм, там, и прочее. Здесь, как бы, не знаю, мне это что-то не торкало, то есть, если так вот задуматься. Ну, возможно, я просто очень много пересматривал фильмы Нолана, уже приел с ними. Здесь вот как раз таки нет, вот это вот работает все, то есть, потому что и Готэм не воспринимается как какой-то Нью-Йорк, это прям Готэм. Соответственно, ты веришь, что это Бэтмен может действительно существовать. Я верю, что он действительно здесь как призрак. Он не всемогущ, как даже у Нолана был. Вот, допустим, взять Бэтмобиль, ну, все видели Бэтмобиль новый, я думаю, в трейлере, и Бэтмобиль, собственно, в секретном фильме. Там какой-то, прям, нормальный броневик. Да, и видно же было, что у Нолана это просто был прототип, который делала куча людей, разрабатывал это. Да, прототип для военных, как раз таки. И потом вот вдруг появляется Бэтмен на такой же машине, и такие люди, которые это разрабатывали, такие... Может, ты поставишь что-нибудь? А здесь же прям чувствуется, что Бэтмобиль это делает все своими руками. Все свои примочки, гаджеты. Ну да, вместе с Альфордом. Кстати, за основу там фактически кто-то там, ну, кто прошаренный в тачках, там сказали, да это просто переделанный плимут-барракуда. Просто с навешанным там каким-то двигателем. Турбоускорителем. Турбоускорителем, а просто модифицированный. И это круто, кстати, потому что у него тачка это просто маслкар. Причем пи***а выглядящий. Ты веришь насчет Брюса Уэйна. Он ведет в этом фильме себя не на показ. Вот к этому у меня вопросы, но потом... Ну, знаешь, если везде Брюс Уэйн был, грубо говоря, во всех остальных фильмах, которые делали другие режиссеры. Он был суперзнаменитым вот в мире Готэма человеком. Ну, мне кажется, да, он не мог быть параллельно еще и Бэтменом. А здесь это какой-то отшельник. Ему это себе не нравится. Он не хочет участвовать в этом во всем. Тут Брюса показали минуты две за весь фильм от Сивы, наверное. Что еще понравилось? Наконец-то они чуть-чуть перелопатили историю. И это опять не идет как день сурка одно и то же. Одно и то же. Что, типа они показывают смерть его родителей? Да, да, это тоже. Вот это, кстати, тоже обрадовало, потому что ты, по крайней мере, ты уже и так знаешь, что у него там с родителями произошло. Ты, в принципе, уже видел это сотни раз. И тебя просто забрасывают как гущу событий сразу же. Ты уже все видел. Смотря этот фильм, ты уже должен знать, кто такой Бэтмен. Иначе ты не идешь на этот фильм только. Я думаю, все, наверное, на этом. Может, еще походу 10 лет исполним. Давай тогда я к положительным. К положительным, но это как я уже и тебе, и в Телеге везде писал. Картинка. Картинка, как поставлен фильм, это просто, как бы грубо это не означает, это реально визуальное Драчилова. Я не могу. Я просто кайфовал с каждого кадра, с каждой сцены. Фильм идет 3 часа. Я не прочувствовал ни разу, что он идет 3 часа. Хотя я смотрел его поздно ночью. Лег спать в 5 утра. Но, блин, мне было кайфово. К сюжету у меня есть вопросы. О них мы поговорим. Но факт вот именно того, что благодаря постановке, визуальному ряду и картинке, вот этому всему саунддизайну, саундтреку. Саундтрек божественный. Майкл Джачино. Просто я в метро езжу, я слушаю некоторые треки. Это создает офигеннейшую атмосферу вот этого нуара, вот этого грязного Готэма. Того, что ты погружаешься в этот бандитский мир, в котором существует Бэтмен. И мне вот откровенно было вот иногда там, ну, насрать на сюжет. Я просто такой, блин, я просто провожу время в этом мрачном, но при этом красивом городе. И я бы провел еще, наверное, немножечко. Но, к сожалению, это не позволяет сюжет, но о нем потом. Вот по поводу постановки, блин, вот, кстати, вот это вот я не знаю, почему ты это не привел в пример. Мы же, когда смотрели «Рассвет мертвецов», мы кайфовали с зафиксированной камерой на багажнике. Тут же до хрена подобных кадров очень классных. Когда он там с винг-сьютом прыгал с крыши, как-то клево снято. Погоня за пингвином – это лучшая сцена фильма. Просто из-за вот этих вот фиксированных камер, очень четко выстроенного, как вот именно машина, на которой зафиксирована камера, там едет и все подснимает. Это же божественно просто. Ну, насчет фиксированной камеры я бы скорее к недостаткам все-таки отнес. Слишком много, ты считаешь, было? Да, ну, у меня прям возникло чувство, что вот они ей пытались скрыть нехватку бюджета. Двести лямов, нихера себе. Слушай, я по крайней мере знаю, что типа тут, по слухам, двести лямов сюда внесли. Я, по крайней мере, эти двести лямов вижу на экране, они как у Нолана с доводом. Ну, блин, она у них говно с пальцами. Вот там же прям некоторые моменты видны, что хочется вот эпика увидеть. Они перекрывают вот этой камерой вот некоторые моменты и больше делают акцент на героя, а не на остальном визуале, который происходит в этой сцене. Она хороша, я не буду спорить, но для меня ее было слишком много. Я хотел бы какие-то другие планы и ракурсы увидеть. Актеры. Но Паттинсон, вот как Бэтмен, мне он понравился. Как Брюс Уэйн, ну это, извините, верните, мой 2007-й. Это Эмма. Это прям Эмма. Мастер Брюс, к вам пришли бухгалтеры, у вас компания Уэйн Энтерпрайз идет в жопу. Ну не хочу с ними, я такой думаю, ёп твою мать. Ну нихрена аж себе. Нет, как бы такое подобное было и у Нолана, когда там сам Брюс Уэйн тоже типа, да я не хочу, нахер мне покупать машину, нахер мне это и это. Ну потом он просто вошел во вкус и начал скупать там отели, чтобы, так сказать, свою легенду поддерживать. А тут, ну ладно, это можно оправдать тем, что два года прошло, он еще как бы не свыкся с этим. Как бы тут есть положительное качество, то, что когда он в костюме Бэтмена, это классно. То есть он прям, он реально крутой. Иногда перебарщивает с пафосом, но тем не менее. Экшен, его не особо много в фильме, вообще немного. То есть это все-таки экшн-триллер, я бы назвал детективный экшн-триллер. Хотелось бы, конечно, баталии таких именно драк побольше, но в принципе меня это не коробило. Потому что я погружался в историю, в атмосферу именно города и вообще творящегося трендеца. И меня вообще никак не корежило. Сейчас я вижу, что хочешь что-то сказать. Просто, ну извините, ребята, я дикий фанат фильма 7. Вы сами это уже сто раз слышали. И у меня по этому размеренность такая, она как бы нормально легла. Потом, блин, Колин Фаррелл в роли пингвина офигенный. Он офигенный, его за гримом не узнаешь, но вызывал иногда вот это его... Эй, ооо, where's my gabagool? Такой типа, чувак, как будто со съемок Сопрано пришел. Типа, эй, what the hell? Такой прям чел из Джерси. Но, тем не менее, он прям вырывал твое внимание каждую сцену, когда он появлялся. В целом, по актерам, вот, как бы есть положительные стороны, вот, практически у всех. Но при этом есть и отрицательные. То есть, там, допустим, любовная ветка женщины-кошки и Бэтмена, которая просто... Это просто очень странно. Просто вот не сфигали, которая только типа... Чтобы была просто. Чтобы была. Да, ну, как бы, не, у персонажа, у женщины-кошки, как на подкорке это забито, что она должна флиртовать с Бэтменом. Но это как-то выглядело, но... Здесь все это очень странно. Тот же Ридлер в исполнении Пола Дана, он классный, когда вот именно там показывают, там, вот эти хроники, что он записывает что-то, он устрашающий. То есть, обработали голос, ему очень клево. Но когда там, допустим, доходит до определенного момента, когда вот нам его показывают, так сказать, фулл фронт, когда ты видишь его, как бы вроде нравится, вроде кринж ловишь. В целом, то есть, к актерам нет никаких претензий. Спецэффекты, наверное, только в финале, там, вот, в определенной сцене, там, такой, типа, хромак немного, то есть, там, компьютер... Там был, вот, три момента, я запомнил, вот, когда он с Винксьюта приземляется делать переговоры. А, да-да-да, точно, 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 да. Это просто ужаснейший кадр, вот прям. Ну, вы видите на экране, да. Очень плохо. И момент то же самое было с «Женщиной-кошка», по-моему, где она там дралась, прям видно было, что это просто, это даже не человек, это графика там дерется. Честно говоря, я, почему я тебе не стал говорить свое мнение насчет кино до съемок, вот, сейчас это, ну, наше обсуждение с ним живое происходит. Мне показалось, что ты прям восхищен этим фильмом. Я, смотри, у меня вот такая вот байдают. Я не отрицаю того, что в этом фильме были охренительные сцены, охренительно поставленные, но сюжет, да, он просаживался, из-за чего вот я такой, ну, блин, вот, что-то не дотянули или где-то вот слишком как-то, ну, поверхностно сделали. Хотя хронометраж позволяет именно сделать. Вот, мне кажется, самая большая проблема – это то, что он идет три часа. Фильм тебя погружает, но он тебе не дает какой-то эмоциональный взрыв, вот, когда ты его смотришь. Не хватает динамики все-таки, не хватает сцен боевых, вот. Но вот все-таки я понимаю, что это а-ля там в стиле «Кранители» нуара, там, где там большая часть на фильм основан на рассуждении, на какой-то философии, может быть. Там даже особо каких-то философических моментов, философских, извиняюсь, не особо-то много. То есть, там, скорее-то, просто расследование. Ну, просто, наверное, еще иногда они затягивали именно с вот планами долгими, что просто Бэтмен бродит по месту преступления. Я, когда смотрел этот фильм, я сделал перерыв, вот, я посмотрел первые полтора или два часа, и, не знаю, мне, по-моему, минут на 20-30, я, вот, мне не хватило, чтобы досмотреть его, вот, прям, от а до я, там, не отрываясь на одном дыхании. Я от а до я посмотрел. Он меня погрузил в свою атмосферу, и вот первые, вот, полтора часа я прям кайфовал, вот, честно. Вот, прям сидел такой, да, о, здесь, там, еще вот сюжет мы обсудим, там, есть такие моментики очень-таки. Крутые, которые бросаются. А потом в какой-то момент я такой, ну, да, я уже все, я уже ваш, сбудоражьте меня, вот, потрясите меня. Я вот, я понимаю, к чему ты клонишь, но у меня вот именно было, да, то есть, опять же, претензии к сюжету, претензии к сценарию, что они достаточно, там, насыщают кадр, так скажем. Но мне все равно дико понравился этот фильм. Не знаю, то есть, это очень странно прозвучит, но я как-то забил немного на сценарии, просто кайфовал именно от окружения, от атмосферы, и, ну, именно общая постановка меня притянула к себе. Я поэтому с удовольствием еще раз пересмотрю. Даже, да, там, наверное, буду гореть от некоторых косяков, от некоторых сценарных, там, каких-то несостыковок. Но, тем не менее, я прям, я расслабился и прям такой, да, вот это вот то, что надо, вот это то, что мне нужно. То есть, вот мрачные полутона, мрачный Готэм, и меня это прям не парило, абсолютно. Мне нравится именно, то есть, опять же, то есть, если мне кто-то будет там говорить, типа, ну, сюжет же херня полная. Да, да, есть херовые моменты, но меня все равно зацепило. Это у меня как с Элизиумом, вот этого Нила Блокомпа. Сценарий просто тупорылейшая хрень. Но, блин, я возвращаюсь к этому фильму, потому что это тот фантастический фильм, который я хотел увидеть именно в визуальной части, именно вот именно в такой стилистике, с такими экзоскелетами, что там, типа, ну, да, у нас высокие технологии, но при этом мы уходим с калашами, ездим на просто чуть-чуть модернизированных машинах, но при этом, то есть, это как бы приземленная фантастика, так, как я хотел. То же самое с Бэтменом. Именно такого Бэтмена в визуальном плане я хотел увидеть, и этим меня привлекло. Некоторым, ну, вот именно вот эта постановка даже показалась скучной. Я не знаю, у меня все зацепило. Ну, вот я как раз и хотел подытожить, что почему я ненавижу этот фильм. Мне кажется, этот фильм не пройдет под проверку времени. Мне к нему не хочется, честно говоря, возвращаться, потому что вот все, что я сейчас посмотрел и увидел в нем, нет тех моментов, ради которых я бы еще раз пересмотрел. Взять вот старых Бэтменов, Новым Сколл Бэтменов, там есть ради чего еще раз посмотреть этот фильм. Те же самые экшен-моменты, какие-то сцены. Здесь этот фильм не дает атмосферу, ну, не дает цепляющих каких-то идей, которые ты такой, хочу еще это, еще раз это посмотреть, еще раз это увидеть. Более детально поставить там на стоп-кадр, вот еще что-то. Вот весь фильм у меня такого не было. И я понимаю, что, скорее всего, наверное, молодежи, все-таки кино снимается по большей части для молодежи. И молодежь у нас самая воспринимчивая, как они отнесутся к этому фильму, что им этот фильм даст, так они вот в будущем и будут расценивать все последующие фильмы. И уже есть поколения, которые даже новоунские фильмы не воспринимают как что-то новое, для них это какое-то старье. Посмотрев, наверное, этот фильм, им не понравится, наверное, Бэтмен. Да, на большинстве молодняку ты, сколько там, не читал бы комментов в телеге, там вообще где-то. Это как знакомство вот прям с нуля с персонажем Бэтмена, вот, наверное, ну, никакой. Вот, там, это глоток свежего воздуха, наверное, для тех, кто уже дохрена раз видел Бэтмена, видел его в разных стилистиках, вот, и это что-то новое. Для меня вот этот новый Бэтмен, он Another Day in Batman's Life. То есть, типа, просто нам показывают события, в которых участвует Бэтмен. И вот именно из-за того, что нам не показали его предысторию, нам не показали там то или иное, я просто воспринял его как, да, я просто погружаюсь в эти события, я где-то в середине, то есть, его пути, наоборот, какой середине, начальной, на начальной стадии его пути, его становления, но при этом он уже действовал, но я хотя бы вижу, что он делает. И как глава, типа, один день из жизни Бэтмена, мне он понравился. То есть, он как бы как затравка, то есть, меня уже купили, можно сказать. Я готов посмотреть сиквел, если он будет, а он наверняка будет. То есть, то, что сейчас показали, такая, как бы, разминка слишком обидна, наверное, будет. Ну, разминка, но при этом достойная. Если вот так вот именно по оценкам, мы просто сейчас опять же тоже на спойлерную секцию перейдем, если ставить оценку, ну, я бы 7 из 10 поставил, несмотря на то, что визуал мне вообще просто подарил невероятные оргазмы, пока я смотрел, как-то забавно про оргазмы говорить, когда мы до этого обозревали, обсуждали фильм про порно. Сценарно он проседает конкретно. То есть, все, что связано с визуалом, музыкой, звуками, актерами, ну, отчасти, это прекрасный фильм. Все, что связано с сюжетом, там уже возникают вопросы, некоторые сравнения. Так там, вот, к удивлению, что есть крутые моменты сценарные. Вот, ну, если взять общее, то нет, плохо. Вот, и я бы поставил 7 из 10. Ты что поставил? Я бы, вот, да, ты прав, я бы поставил 6. Это выше среднего. Это, да, это не значит, что прям я не получил удовольствие при просмотре или что-то. Вот как фильм весь построен на полутонах, вот, и, ну, блин, у нас сейчас люди воспринимают только либо говно, либо супер гуд. Да. Вот, этот фильм достоин внимания, и действительно его надо посмотреть. Типа выбор у вас, что ли, есть? Вот, а мы все становимся темнее и темнее. Да, извиняемся за цветокор, это вообще полная жопа, солнечная сторона, шторы недостаточно темные. Они спасают. В общем, смотрите, ребята, да, делайте свои выводы, вот, ну, мне кажется, большая часть взрослого населения должна получить удовольствие от него. Ну, да. Ну, что, переходим к спойлерной секции. Хотя, на самом деле, вот эти обе спойлерные секции довольно странная фигня, но мало ли, может, вы еще не успели посмотреть, что Икс, что Бэтмена, поэтому, ну, может быть, вы как раз вот пообсуждайте в комментах вместе с нами. Ну, в общем. Итак, ну что, давай по сценарию. Блин, вот ты не ловил вайбы Майора Грома? Я Майор, ну, да, нет, вот ты мне сейчас это сказал, и я... Я не говорю, что сценарист, ну, собственно, Мэтт Ривз, он стырил это все с Майора Грома, но очень большие сходства. Но, по крайней мере, знаешь, есть карт-бланш поливать говном тех видеоблогеров, которые... Майор Грома-то агитка, пропаганда и говно, а вот Бэтмена вообще отличный. Потому что, извините, мораль Ридлера, мотивы, чего он хотел сделать, это очень похоже на Чумного Доктора. И развитие событий очень похоже на Чумного Доктора. Минуточку. Да ладно, господи. Да, да, есть. Ну, мне здесь Ридлер как персонаж на самом деле не очень зашел. Ну, наверное, до момента, когда он снял маску? Нет, как вот визуальная часть и там звуковая, он крут. А как сценарные его мотивы, мне, ну, может, я привык к другим загадочникам, вот, не знаю. Ну, игровой, например, загадочник, он был как такой Джон Крамер, маньяк пила, да. То есть он там, типа, просто делал ловушки. Ну, здесь тоже есть, типа, а-ля ловушки. Ну, да, то есть вот этот с крысами, что он там копотом, типа, от тебя сожрут крыски. Да, и ошейник, соответственно. Да, и ошейник. Ну, и, кстати, нет, в некоторых моментах, опять же, мы сравнивали, ну, я, по крайней мере, сравниваю, да все сравнивают с фильмом 7, но он, ну, местами тоже пытался быть, как Джон Доу. Его хата, как у Джона Доу. Ну, вот, опять же, если брать какие-то отдельные моменты, то да, но если общее его, вот, вот у нас есть персонаж Ридлер, и ты такой, а чего, зачем, для чего ты это делал? Ну, финально, вот это, я взорву 8 грозовиков, да это же не его стиль это вообще. Ну, это, ну, это... Скорее, Бэйн, вот, из ловских, либо Джокер. Ну, это такое, какого-то, вот, в конце особенно, вот, этого мне не хватило эпика, вот, финального, вот, что-то какого-то против сражения, вот. Мотив у него, по факту, обида, обида на Уэйна, Томаса Уэйна, отца Брюса, потому что, мол, я, там, был сиротой, жил в детском доме, а тут пришел Томас Уэйн, он обещал программу реновации, вложить, там, лярд долларов на то, чтобы сиротки стали лучше, но при этом он прикрыл, там, Марту Уэйн, что она в психушку легла, и, там, убили из-за этого репортера, и все вот такие грязные коррупционеры, и никаких реноваций, никаких изменений. не стало, да пошли вы все в жопу, я всех вас раскрою, я всех вас прижучу, фактически мести за обиды, чего-то глобального, но я не заметил в этом. Не, там, прикольно, в принципе, если вот так вот задумываться, как он это все выстроил, не, это интересно в целом, но вот именно, когда вот общим, так сказать, обзором ты взглянешь на это, выглядит достаточно как-то у нас странно, плюс к тому вот эти, это именно постоянные, вот, это как-то даже было в Скайфоле, с этим злодеем, там, вот, которого Хавьер Бардем играл, он настолько все распланировал, что вот, ну, не может быть настолько все идеально спланировано. Если бы вот в этот момент Бэтмен не вышел на связь, то что было бы? То есть, там, вот это вот даже показательный пример, когда приехал этот, как его, я не помню, там, Ди Эй, как-то там, помощник прокурора, вроде, когда он там с ошейником вот этим, и он там с мобилой. Да. Пока там Брюс Суэйн переоденется, пока этот телефон все звонит, звонит, я просто себе представляю именно Риддлер, который, да ёб твою мать, да ты возьмешь, сука, тропку или нет, блин? Потому что, там, вот, таких моментов, типа, там, по три часа, по четыре часа, блин, там, могут сидеть, там, Риддлер все звонит, он звонит такой, да я уже просто такой, да ну нахер. Вот такие вот именно моменты нелогичные, то есть, вот это вот именно так. С фонкой вот это, блин, типа, оставил фонку, чтобы он вскрыть, шпатель, да, чтобы вскрыть ламинат у него, ну, как-то, там нарисована карта, на которой просто показаны точки, где стоят эти... Ну, что они, типа, будут затапливать... И он туда еще лампочки вкручив в пол. Причем у него была целью, вот этот, вот, именно этот финальный, вот, его план, когда он уже сидел в Аркхаме, мол, взорвать грузовики на дамбах, чтобы Готэм затопило. И исключительно еще вот этот, там, типа, местный, так сказать, Мэдисон-скуэр-гарден, где должна выступать, там, новый мэр, потому что старого убили в начале фильма. Да, и этот, кстати, момент непонятный, почему они при затоплении пошли в здание, которое чуть-чуть в гнезине находится. Да, конечно, они же не знали, они выступать-то начали как раз, а они, да... Как-то они, они странно спасаться начали. А, да, потому что спасайтесь, типа, бегите, вот, да, вообще дебилизм. Вот, вот такие вопросы к Ридлеру, типа, он решил затопить этого нового мэра, а мэр-то, там, даже в дебатах она участвовала, он говорил, нет, мы готовы к изменениям, мы готовы это все, типа, исправить. Он такой, да, нет, ее тоже надо в расход пустить, а почему? Что она тебе-то сделала, господи? Не, может, он там, ну, двигал, его двигали мотивы, что, мол, вся верхушка Готэма, она, там, коррумпированная. Ну, опять же, типа, он предсказал, что они побегут спасаться именно туда, что до хрена снайперов, там, отреагируют на его сообщения. Да, вот эти фолловеры, там. Ну, вот это, кстати, вот, отдельно, если взять, вот, как раз, про то, что он ведет свой блог, это забавно. Это забавно, это интересно, но, с другой стороны, типа, а что у вас там, ну, по поводу блокировки соцсетей, кстати. Типа, у вас маньяк вещает, блин, на всю Америку, на весь Готэм, там, типа, ребята, может быть, вот это вот можно заблочить какой-нибудь аккаунт. По отдельности, вот, как мы уже многократно повторились, есть интересные моменты, но, в общем, плане, это не работает. Да. Ну, вот, на месте вот этого, нового мэра, вот этой темнокожей женщины, так это вот, идет затопление Готэма, так, поеду-ка я в свой пентхаус, наверное. Что-то, что-то тут слишком мокрое. Что-то тут слишком мокрое, это глайн фильма Икс. Ну, давай, теперь, наверное, по каким-то конкретным сценам. Ну, давай, вот, ты вот говорил, типа, есть какие-то отдельные конкретные сцены, которые крутые, вот, типа, я так понял, хата Риддлера тебе понравилась, вот, именно идейно. Смотри, так, начинаем. Мне безумно понравился готический стиль. Вот, готика прям прет везде, вот эти колонны, которые вот свисают, вот, особенный особняк Уэйн, не знаю, даже визуально его особняк, это такой Архам, вот, тебе вайба Архам, просто сильный, чувствующий. А, ты про игру, я думал, про психушку такие, знаешь, типа, звонят такие за Архам у Брюсойного, ну, слушай, мудак, это не охерел наш стиль-то тырить? Нет, именно с игры идет, там есть даже некоторые локации, которые прям один в один повторяются, вот эти двухъярусный город, что весь город, там, большинство жителей как раз-таки на нижнем ярусе живет. Далее, мне безумно понравился, вроде, один и тот же трек, Ава-Мария, который, наверное, раз пять или шесть. Ой, это он там до хрена, кстати, да. Но он мне надоел. В каждой сцене он дает разный настрой, и он чуть-чуть по-другому исполняется, где-то с словами, где-то без слов просто мелодии играет. И поначалу, когда там Ридлер наблюдал за жертвой, это одна атмосфера, там, и потом же, буквально, там, она играет и на фоне Бэтмена, когда он там первый раз появляется, и это совсем по-другому играет. То есть у нас скрипочки, там. Да, да, опять-таки говорю про звуки, звуки очень крутые. Когда он из темноты выходит, вот это, бум, бум, я прям чувствую устрашение. Вот сейчас вот придет дядя раздавать пи***ей. Еще мне, что нравится в самом Бэтмене, как он опи***ается, он не сверхгерой же, опять же. Вот это, кстати, наоборот, я бы готов вот это вот на претензию. Я не понимаю, как работает его костюм. Ему впритык с полуавтоматики стреляют. Пули вообще там отскакивают. Ему в начале фильма шмальнули в револьвер. А, нет, это под конец, в башку. Ну, это мелкокалибренный. Вот, кстати, вот это тоже неточность меня тут прям покоробило. Типа ему шмальнули в башку, там, тим, отскочила пуля. Ах ты, сука. А потом в одной сцене он стоит там в своей пещере Бэтмена, он снимает маску. Она там видно, она то ли резиновая, то ли латексная. Не, вот то, что она стопудово резиновая или даже кожаная, мне показалось, она кожаная. Да, кожаная, кожаная. Вот знаешь, чего мне не хватало немного? Вот это вот мы в трейлере все абсолютно, там, во всем мире кончались от этого момента, когда там, типа, а ты еще кто такой? Он просто бам-бам-бам-бам и начинает яростно месить вот этого чувака, этого лидера банды. Какой-то вот именно, а дальше, а, ну хотя нет, знаешь, типа, в айсберг лаунже, когда он охранников херачил, в принципе, нет, чувствуется там ярость в ее ударах, что он прям там дубинку там, напломил руку, херак. Снайпера в конце, когда он там передознулся. А, вот этим Веномом. Кстати, вот мое предположение, что вот это в конце зеленая шняга, которую вколол себе это Веном, яд, ну не яд, а наркотик, которым ширяется Бэйн. То есть, поэтому у него буст произошел из-за того, что, ну типа, его, это, штырило и он начал в режим берсерка входить. Так что ждем Бэйна в других частях. Так, крутые сцены насчет персонажа. Меня дико порадовал коп. Не просто офицер, который в начале, когда видит Бэтмена, называет его фриком и не пускает, собственно, на место преступления. А, потом в конце типа... Потом, подожди, потом вторая его стадия, когда он увидит его, как Брюса Уэйна, он восхищается. Он такой, ааа, мистер Уэйн, мистер Уэйн! Да, 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 точно, точно. И вот как раз меняющий третий этап, когда он уже понимает, что все-таки этот фрик Бэтмен не такой уж там и злодей, и действительно... Эй, это же улики! Он просто такой, бог, типа, типа, смотрит такой, и чё ты? И чё? И чё? Да, кстати, там очень в фильме много молчания Бэтмена, прям очень много. Он прям просто взглядом такой смотрит, типа, и чё? Место преступления, и чё ты мне сделаешь? И он такой коп, такой, ну ладно, ладно. Эй, это вообще-то, как бы, там, улики. И чё? Я Бэтмен, мне насрать! Вот, далее. Because I'm Batman. Момент, когда трижды Бэтмен заходит в клуб, это три разных его... Кстати, да, очень классный момент, ты согласен. Типа, первый Бэтмен, который такой... Знаешь меня? Да, сейчас я всем наваляю, сейчас всем будет хреново. Второй Бэтмен, I'm a boy. Брюс Уэйн пришедший такой. Знаете меня? Ого, Брюс Уэйн, да, конечно, проходите, проходите. Не, ну сам по себе Брюс Уэйн такой... Такой заплаканный ребёнок. Я только что слушал My Chemical Romance, поэтому не трогайте меня. Мам, ты меня не понимаешь. А, да, мам, мертвая. И третья стадия, когда он, собственно, в конце заходит, как скрытный такой... Просто выменял такой... Да. А чё? По стелсу зашёл. Причём реально, вот, на протяжении всего фильма видно вот три состояния Бэтмена, такого типа, оленоблюдателя. Газобрасный житель скринется. Брюс Уэйн, кстати, проржался от этого бэткостюма Белки-летяги. Такой... Дудунный баллончик. Он, не, по дизайну не очень зашёл, но, в принципе... Идейно. Идейно, да, это забавно. Кстати, по поводу гаджетов. Ну да. Линзы, это тоже хорошая идея. Линзы, что вот как он отправил женщину-кошку, чтобы разведать это. У него нету там, я не знаю, дрона, который там вот летает от других Бэтменов. Такой Мамик сзади такой... Ли-и-и. Летит такой... Я беспален. Да. А здесь вот действительно вот есть нотка детектива. Вот. Что не чувствую из других Бэтменов. Да, кстати, вот это, наверное, первый такой Бэтмен, в котором прямо детективная часть, она преобладает. Да. Её здесь очень много. Наверное... На три часа. Я, кстати, вгорнул от некоторых отсылочек таких. Самая простая, это, блин, женщину-кошку сделали точно такой же, как фильм «Женщина-кошка» с этой Кэлли Берри. Ну, прям, они реально, наверное, хотели на неё сделать такой настрой темнокожие, слишком короткие волосы и так далее. Это такое. А я сразу вспомнил... Тебя отмудохают в комментах. Ты нихера себе сравнил Бэтменов с «Женщиной-кошкой». Да я понимаю, что «Женщина-кошка» как фильм, как единица говня на фильм. Ну, а... Ну, Халли Берри была хот, не знаю. Ну, естественно. Поэтому я её и помню, да. Вот. Ну, я не заметил. Второй момент. Я ещё дико угарнул от походки пингвина, когда его в конце сюда... Да. И он вот этот большой, блин, я такой... А-а-а-а. Ну, блин, кстати, мы сейчас обсуждаем его пока что к негативу, но мы не так много... Так именно. Вот я об этом и сказал, что детально некоторые вещи крутые. И ты такой на них, когда обращаешь внимание, такой... А-а-а-а. Да ладно, круто. Ну, блин, если взять весь фильм целиком, есть вопросы? Да. Вот, кстати, по поводу вопросов, вот и, собственно, к Ридлеру, там же у него основная цель была, ну, одна из, убрать кармайнов Палькона. Угу. Мафиози. Кстати, ну, мне в целом там кто-то высказывал, что Джон Туртуру типа его херово сыграл. Мне, наоборот, понравился такой, типа, расслабленный на чиле, там, типа, да, мафиози, все. Вот, не перебивай. У него была цель, типа, его выследить, так сказать, не, не, выманить его из его вот этого хайдаута и убить, типа, но при этом еще и раскрыть, какие его цели были, что он там барыжил наркотой вот этими каплями. То есть вообще вывести его на свет, типа, ну, чтобы все знали, что это вообще гнида полная. По итогу, ну, Бэтмен его выводит вместе с комиссаром Гордоном и Ридлер, как снайпер, его убирает. Как снайпер убирает человека, который тусовался в офисе с вот такенными окнами. Три таких окна, там, блин, не знаю, там, Хитмен просто даже не глядя в прицел, вот так вот поставит винтовку, только так, угу, все. И плюс к тому, вывести его на свет. Сцена с похоронами мэра, которого в самом начале убивают. Кстати, сцена от первого лица была классная, вот эта вот эта там с биноклем. Кстати. И это бинокль был убой. Бинокль у Бэтмена. Я говорю, там, да, вот это, да. И музыка вот от того Марии даже по-другому звучала. А, да, точно. Они приезжают на похороны, и туда же приехал кармайн Фальконе. Туда приехал Брюс Уэйн, который, кстати, тоже был целью Ридлера, чтобы он его наказать. Брюс Уэйн, кармайн Фальконе, половина легавых там. Туда въезжает, блин, этот сраный помощник прокурора, вот с этим ошейником. Да просто заминируй его вокруг, просто. Все. Там ты разом всех убьешь. То есть это не было такого вот именно, как бы, с одной стороны сравниваешь с Джоном Доу из семь, но у Джона Доу была цель, типа, именно продемонстрировать смертные грехи и какое-то наказание все-таки сделать. То есть у него не было вот такой вот масштабной цели именно почистить верхушку. У него просто он фанатик был. Ридлер не фанатик, он обиженка. И у него цель именно выкосить всех. Да нахер эти загадки. Кстати, и загадки не имеют смысла, он, получается, уже и не Ридлер. Просто он въезжает в сети, весь этот бомон. Правильно, друг? Сейчас я обзарву просто. Да, и просто. Бабах! Не, ну он там типа а-ля, было что там разгадаемые три загадки, но они какие-то банальные были. Не, кстати, вот это вот с загадками, вот именно с этим помощником прокурора, мне в целом понравилось. То есть это мрачно было, достаточно атмосферно. Типа, а что ты там, типа, кто ты там, крыса. Кто крыса, я не скажу. Не, мне это зашло просто, если глобально рассматривать планы, ну это какая-то хрень. Не, ну вот этот переломный момент с ты что, испанский не знаешь, там, вот это ля-лё-лю. Эль-ла. Да. Не, мне это забавно было. То есть то, что там типа этот прям такой с манерности Роберта Де Ниро, вот это вот всякие вот эти итало-американцы, там типа эй-оу, do you know Spanish? Эль-ла. Ну вот да, тоже в этот момент вывести на свет, чтобы пристрелить, и ты меня увидишь. Ну не знаю. Ну то есть у меня тоже самое Беттер Войс, когда мы с ним переписывались, говорили, типа, тут ну не буквально это может рассматриваться, а именно типа раскрыть карты перед миром. Но всё равно, то есть это, ребята, это всё обнуляется, потому что это можно было бы обнулить всю верхушку именно в сцене похорон, и всё. Вот тебе, блин, фильм на 40 минут. Да? Да. Не, а вот первое, а похороны, кстати, ровно происходят после, через час, да. Кстати, по поводу негатива, любовная линия женщины-кошки. Ужас. Да. Просто это сделано ради того, чтобы было в кино. Сидишь такой? Меня прям так тошнило в самом конце, когда они разъезжаются в разные стороны. Блин, зачем, для чего, вот какие-то там взгляды-то перепросили, там каждый поехал, каждый держит свой путь. В общем, поцелуй женщины-кошки, он как будто вот ниоткуда пришёл, такая просто, дай-ка засосу. Потому что я женщина-кошка, а ты Бэтмен, мы должны сосаться. Химии между ними вообще нет. Нет, там типа один там, и она там. Но, кстати, её вот этот костюмчик, шапочка, вот, видно опять же, что это не латексный вот этот костюм, а вот. А, что домушница там. Да, что она просто вот сделала себе балаклаву там, и как-то её сделала так, что получились там ушки. Такая пидорка. Да, правда, почему балаклава только досюда, ну. Ну, размер был маленький, так захотела. Блин, ну что-то ещё, оно, кстати, из положительного, именно финал мне понравился, ну, такой переломный момент именно для Бэтмена, когда он одного из снайперов вот этого Ридлера, ну, типа ушатал, он там на последнем вздыхании там, я возмездие. Произнес, и Бэтмен такой, ёптвою мать. Это же я, типа. Чё-то я делаю не то, судя по всему. И потом, то есть, вот это, о котором, сцена, о которой многие там уже говорят, мол, когда он вытаскивает пострадавших, кстати, красивый кадр был с Файером. Да, да. Когда он вытаскивает пострадавших, мол, там девушка, которую он там погружает вот в этот фиксатор, чтобы на вертолёте его увезли, она, типа, хватает его, она его не боится, она, типа, пожалуйста, не отпускай меня, то есть ты моя надежда. И он такой, типа, вот, кем я должен стать, типа, таким лучом надежды в этом царстве, поэтому я буду, я буду вершить, типа, прям на правосудие, я не буду мудохать гопников. Ну, а отчасти, наверное, по выходным можно там, типа, поразвлекаться. Но, тем не менее, он, типа, должен стать символом, то есть что есть надежда, и он будет творить добро. Это, ну, в целом прикольно, как затравка на два сиквела. То есть, ну, плюс к тому ещё будет сериал про пингвина и про готэмскую полицию. Кстати, я бы посмотрел. На самом деле, если там будет снято всё примерно хотя бы так же, относительно, и с таким же цветокором, с такой же палитрой, давайте сюда. Мне кажется, там денег не хватит на это. Да и не знаю, что ещё больше сказать. Тут вот, в отличие от Икса, там хотя бы вот в Иксе есть цельный сюжет, который можно спокойно там разобрать, а здесь слишком много, и сцены долгие, и они вот так вспышками вспоминаются. И иногда бывает ни о чём. Да, вот. И поэтому сейчас вот, разбирая спойлерную часть, я вот сейчас вспомню моменты вот эти, и сижу и думаю, блин, а что же там ещё такого было? Ну вот, по факту, вот именно сценарно, да, это прям слабенько. Мэтт Ривз, конечно, поработал. Нирвана там, я не знаю, почему-то на Something New Way. Наверное, текст надо почитать, чтобы понять. Ну, блин, извиняйтесь. Вот в этом плане я не подготовился. Кстати, да, я настолько ещё не подготовился, что у меня тут на полке лежит Бэтмен Долгий Хэллоуин, в котором вдохновлялись, собственно, создатели что Тёмного Рыцаря, что этого Бэтмена. Ну, плюс ещё приплели Бэтмен на Бэтмен год первый. Кстати, классный комикс, почитайте. Я не прочитал Бэтмен Долгий Хэллоуин, поэтому не могу ничего сказать. Единственное, что я знаю, что там, ну, действие, там, первый день происходит 31 октября. Вот это вот, когда он там сам говорит 31 октября Хэллоуин. И там как раз грабят там всякие в костюмах там тыковки и прочего. Но я никаких параллелей не могу привести, потому что не прочитал, увы. Вот такой вот ролик получился. Наверное, в данный момент, ну, помимо полномасштабных обзоров с юмором и прочим, это будет тоже постоянной рубрикой, потому что, а на что ходить в кинотеатры? А так мы хотя бы фильмы будем вместе смотреть и так их обсуждать. Возможно, кому-то будет интересно. Воспринимайте это даже как подкаст такой. Формат из Бусти перетекает на основной канал. Ну, не совсем. То есть, там, формат с Бусти, первый просмотр фильма для обзоров все-таки останется и сюда он не перекочует. А так мы, ну, именно свежачок будем так вот обсуждать. Ну, я в любом случае... Опять же, полномасштабный обзор на X, в принципе, можно было бы сделать, но не, мне впадло, фильм мне в целом понравился. На Бэтмена, да нахер, найдутся... До хрена найдутся там, кто там блокбастер, кто будет делать, кто еще. Красный Циник, возможно, на Бэтмена сделает, мало ли, может, его екнет. Вот. Собственно, да, такой вот формат. Честные мысли. Обзор слэш честные мысли, в которых будет принимать участие теперь Гусь. Ну, думаю, на этом все. Ну, для начала, наверное, давайте все-таки уважим своих астраханских друзей, ребят из группы Moanhand. Ссылочка на них будет в описании, да, это такая сегодняшняя рекомендация. Парни делают офигенный металл. Они выпустили недавно сингл Bleeding Bird, который мне дико понравился. Они отыграли его вообще, я видел их вживую, отыграли его классно, 22-го. Ну, то есть, наверное, на момент выхода этого ролика они уже выпустили русскую версию этого трека. Поэтому зацените, поддержите их, ссылочка будет в описании. Ребята, Рома, Сергей, передаю вам приветы. Ну, да, на сегодня, пожалуй, это все. Мы будем дальше работать над обзором фильма «Волк-одиночка», а потом еще и не за горами ремейк обзора фильма «Хостел». Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Телеграм, там движуха постоянно, ссылочка будет в описании. Если кто-то хочет поддержать на Бусти, всегда буду рад. Там обзоры полномасштабные уходят за несколько дней, за пару дней до официального релиза на канале. Без цензуры, с кровищей, матершиной, обнаженочкой. Все, что вам нравится. Добровольная акция. Никого не принуждаю. Если не согласны с этим, то на нет суда нет. Если кто-то хочет поддержать, то милости прошу. Ну, собственно, с вами был Дмитрий Кинокилер Овчинников. И я. Пух от мотыля, как тебя звать-то, я уже забыл. Ой, господи, ну что ты за тормоз? Борис Гусь-Чербачев это был. Борис Гусь-Александрович-Чербачев-Чубайс. Оператор, короче, и хороший друг. Ладно, все, ребят, всем давайте. Скоро уже выйдет обзор фильма Волк-Одиночка. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи.